на ремонте вот такая стиральная машинка. вот такая модель FL5105 DROP A. поломка какая? все работает кроме подогрева. доступ к тену здесь через переднюю дверь. я снял хомут. отцепил муфту. вот здесь есть три винтика. отключены три винтика. вниз опускается и можно убрать. также в принципе можно и снизу добраться. значит сам тен целый. но при включении 220 не приходит. что-то около 30 вольт туда доходит по тестеру без нагрузки. если снять верхнюю крышку. просто сзади откручиваем винтик и снимаем. то провода два коричневых провода вот сюда приходят на вот этот разъем красный первый. снимаем разъем и будем смотреть вот здесь 220. здесь механическая механический командный аппарат. будем разбирать. смотреть почему не приходит 220 на ТЭН. для этого будем добираться до командного аппарата. снимаем контейнер. вот здесь есть винтика нет. просто на защелках держится вот эта крышка. здесь уже защелка отломана. а здесь не хотелось бы отломать. с обратной стороны нужно нажать на флажок. и с этой стороны снимается. сейчас посмотрим как так снять аккуратненько. чтобы ничего не сломать. жалко будет. ну и тут тоже самое. получается флажки. если нажать то можно снять саму эту панель. и посмотрим какой доступ есть до командного аппарата. чтобы разобраться в чем проблема непоступления напряжения 220 вольт на ТЭН. и так чтобы снять и не повредить нужно вот там вот внизу тоже защелка. это защелка. но тут она с этой стороны достается. а тут мешает командный аппарат. вот отверточкой с этой стороны оттолкнуть. вот такая. толкаете и он выходит. единственный момент наверное все таки вы не перепутаете. видите здесь одна большая другая меньше. ну и здесь на толкателях тоже тонкая толстая. и здесь тоже тонкая толстая. не перепутаете местами никак. ну собственно вот такая ситуация. сейчас будем смотреть как можем командный аппарат полностью снять. и так вот этот эта рычка просто снимается. тоже не перепутаете. здесь специальный фиксатор. по-другому он не оденется. это тоже тут пазы. заходит свободно снимается. чтобы снять командный аппарат. значит нужно толкнуть в эту сторону. толкаете и вот здесь нажимаете вот этот фиксатор и вот этот. и он выталкивается. одновременно нажимаете и толкаем нажимаем. и он должен туда провалиться. мне неудобно снимать. и он выходит и снимаем. и есть полный доступ. для того чтобы добраться до командного аппарата нужно вытащить плату. здесь собственно просто. вот эти клипсы отжимаем. толкаем здесь в шток. эти клипсы держат вот здесь сам аппарат. и вот еще пару клипс. здесь плата фиксируется. и она просто вынимается. дальше дальше снимаем. вот этот командное с площадками колесико. оно снимается. и не перепутаете. здесь есть паз в который смотрим на состояние этих дорожек в принципе я не вижу проблем. еще посмотрю через увеличительное стекло. проблем нет. единственное что может быть немножко смазать нужно будет. постараемся. значит у нас вот это вот по сути дела крайняя. на плату идет одна. один контакт. а второй видимо здесь есть еще какая-то схема. второй идет где-то здесь. и вот на него нужно будет смотреть. потому что на плату попадает. и соединяется наверное с этот с этим на плате. проблема нет. но сейчас будем смотреть. нужно снять аппарат и уже посмотреть что дальше. здесь есть контакты на перемычки. посмотреть что здесь с контактами. итак снял я командный аппарат. немного неправильно. сейчас объясню почему. потому что видите здесь здесь есть контакты. они выпадают. один и второй еще вот здесь выпал. и шесть они выпадают. поэтому почему. потому что я вот в таком состоянии. и две кружинки выпадают. опять выпали. сейчас буду искать. поэтому когда снимать. снимайте вот этой частью вниз. а не вот этой. они вот так. вот вот так снимаете. ну и по-хорошему надо было снимать в собранном виде вместе с вот этой планкой. она как бы припаяна. тут два контакта. вот этот последний. вот этот контакт. и вот этот контакт. это он вот здесь. если его выпаять. то он снимается. или например оловоотсосом убрать. освободить контакт. он снимается вместе с этой крышечкой. и тогда вот эти контакты не выпадают. ну я попробовал так. и сейчас зачищу контакты. они серебряные. здесь контакты зачистить. и собираем на место. и скорее всего будет работать. так у меня пружинки опять упали. буду искать. так ну что же для тех у кого выпали контакты при разборке я покажу как назад поставить шестерни. обратите внимание. с первого раза у меня не получилось. вот в таком порядке должны шестерни стоять. здесь вот вот здесь выход с моторчика маленькая шестерня. и вот так идет. вот так идут контакты которые тут сам снимается. но и для того чтобы поставить не получилось вставить. буду с ним отпаивать вот эти два контакта. в снятом состоянии это легко сделать. сейчас этот и этот отпаяю. вставлю сюда на место. потом вот этой планочкой оно там взведется. получается что вот так он взведется и будет стоять в правильном положении. потому что когда сюда когда я вставляю контакт сюда должен зайти. и мне не хватает щелочки чтобы вот так вот пытаюсь допустим вот так вот отодвинуть. и он выстреливает пружинку теряю. короче не получается. отпаиваю сейчас эти два контакта. собираю все вместе. в каком положении в принципе без разницы. он потом найдет свое положение. как соберете так соберете. не принципиально. и все. и вот эти два не теряйте тоже. и потом уже когда соберу. тогда уже запаяю. ставлю и запаяю на место. вот таким образом. ну что же сблизи покажу как все должно стоять. смотрите вот этот синий левый контакт. он должен ходить по вот этой самой нижней. и тут есть такой один вырез. в него можно вставить. а вот этот зеленый он вот по верхней с верхней. с верхней прорези связан. вот так он стоит. и теперь можно закрыть в этой крышечкой. вот вот этой она все попадает. закрываем. даже входит клоц. и все. вот в таком состоянии. ставим назад припаиваем. и будет вам счастье. в общем то да и не переворачиваем. потому что вот эти пружины выпадают. вставляем припаиваем. ставим на место. вот здесь я еще немножко смажу. проверю на целостность. ну вроде бы все целое. каким-нибудь вазелинчиком. смазка для стиральных машин специальная. чуть-чуть. лишь бы не было такого сухого движения. ну в общем то все. повторяйте. собираю. ставлю. проверяю. думаю что контакт восстановлен. по сути дела проверю если поступление 220. если есть то будет все в порядке. повторяйте. подписывайтесь на канал. есть там колокольчик. пока я редко выставляю снимаю. редко выставляю. у нас война. есть определенные трудности. канал будет продолжаться. и поэтому война не вечная. так скажем. а вам всем мира и добра. ну что же. решил я проблему с этой стиральной машинкой. вымучила она меня. потому что кроме контакт, который я почистил, поставил, было не все так просто. еще не работал датчик температуры. он показывает 5 кОм. нужно 20 при температуре где-то 20-25 градусов. около 20 кОм должно быть. он уже показал 5 кОм. и это уже горячая вода. и поэтому он сразу переходил дальше. сейчас вода горячая стоит на 70 кОм. четвертую программу поставил. но тут поставил не 95 а 70 кОм. и так для проверки достаточно. ну собственно и все. была там еще одна поломка которая меня вымучила. смотрите сколько тестовых значений я поставил. так получалось что вот останавливается здесь. заметил что включается там на командном аппарате есть контакт который подключает вот здесь вот справа он стоит. который на диске проваливается в прорезь и подключает Т. он должен подключаться вот здесь. а реально он останавливается вот здесь на всех программах. оказывается этот диск круг когда-то был отломан от вала его приклеили и приклеили чуть-чуть со смещением. и вот останавливается. а сюда не доходит. не попадает. то есть никто мне не сказал что он был после ремонта уже не работал. и пришлось. ну это механическое. то есть у вас наверняка такой поломки не будет. то есть пришлось отломать снова этот диск повернуть. там видно как было видно что оно. ну я не знал что такая может быть проблема. что уже кто-то ремонтировал. ну вот даже такая может быть ситуация. очень самая редкая поломка в мире. после ремонта кто-то приклеил. чуть-чуть не попал на 1 градус. и вымучила. вот столько пришлось сделать тестовых методов. потратить 2 дня. но это не для вас. думаю что у вас такой поломки нет. итак контакты и датчик температуры 5 кОм. он как бы включался. вода становилась теплая. но не горячая. поставил датчик с другой. снял у меня. валялась со старой стиральной машинки. снял поставил. все работает. вода горячая. до сих пор греет. проверить это можно померяя здесь напряжение. ну именно на этом командном аппарате. я в принципе сначала мерил. а теперь просто когда вытаскиваю. долго тянет. прямо искренне. значит напряжение. ну и нагревается. уже очень горячая. поэтому все в порядке. подписывайтесь на канал. увидимся. мир вам.